Легким движением руки рутина превращается в высокотехнологичный метод работы. Теперь провести собрание и обсудить повестку слушаний представителям общественных советов станет проще. Автоматизировать работу стало возможным после того, как проект Самарского центра общественного взаимодействия удостоился президентского гранта. Чтобы пригласить всех людей, это было не обзвонить, там, да, 50 человек, а нажать одну кнопку, чтобы внести вопрос в повестку дня, это не слать кому-то на почту, а чтобы просто внес, все это сразу увидели, все могли высказать соображение, загрузить какой-то файл, то есть предварительно обсудить, чтобы уже на заседание все пришли подготовленными. Специальный веб-сервис, где можно создать учетную запись, разместить оповещения о предстоящих собраниях и просто обсудить с коллегами важные вопросы к услугам общественников. Проект уже запущен в тестовом режиме в двух общественных советах Куйбышевского района Самары. Программа хорошая, она удобная, но ее надо просто опробировать на реальной жизни. Мы планируем для сентябрьского седания формировать именно повестку и извещать всех членов общественного совета через эту систему. Естественно, возникают определенные сложности, что далеко не все умеют пользоваться электронной почтой, не у всех она есть, то есть я думаю, мы это заведем, объясним. Избавить общественников от рутинных дел, чтобы их работа стала эффективнее, главная задача проекта. В ходе реформы местного самоуправления в Самаре появилось 85 общественных советов. Такие коллегиальные органы существовали и раньше, но толку от них было мало. Собирались в лучшем случае раз в несколько месяцев, вопросы, вынесенные на обсуждение, откладывали до следующего раза, который мог и не наступить. В феврале глава администрации Самары Олег Фурсов упразднил две трети таких советов. Новый интернет-сервис станет полезным и для общественников, и для жителей. В итоге любой человек, владеющий системой интернета, имеющий к ней доступ, может посмотреть, а что делает наш общественный совет, нашего микрорайона, либо что делает совет, я не знаю, при департаменте благоустройства, после того, как эта система будет внедрена. Потому что она сейчас проходила тестовую обкатку. Это такой интересный и нужный инструментарий именно для общественников. Система автоматизации работы общественных советов планируют внедрять повсеместно. Использовать новый сервис разработчики рекомендуют всем. Алина Чемерис, Сергей Баскин, Дмитрий Мешканцов. События.